Привет, ребята! Такое экстренное быстрое включение, незапланированное, но прежде чем я выложу свои флакончики на той самой барахолке, я хочу предложить их вам. Вдруг кто-нибудь хочет какие-то из этих моих ароматов по хорошим ценам приобрести. Выставляю я свои флаконы обычно на та самая барахолка. И на Ла Парфюмери. Вам я предложу сейчас следующие варианты. Первый вариант будет Шелемар. Здесь от 75, наверное, 65 где-то миллилитров. Это туалетная вода. А по бачкоду пробивается 2003 год. Ну и так же точно мне девушка описала, что это 2003 год. Это такой легкий шелемар. Облегченный шелемар, ну, туалетная вода. Здесь очень яркие колки и цитрусы. Я даже хочу сейчас вам нанести на блотер. Поворотный механизм. Смотрите, посмотрите, какой флакон. Вот эта вот крышечка, она такого, как не перламутровая, а как светящаяся изнутри. Так, не в ту сторону повернула. Чтобы ему брызнуть, надо его повернуть. Так, мимо. Все, попало. Сейчас, знаете, как всегда, как такая корова нужна самому? На старте сладкие цитрусы. Сладкие цитрусы. Но цитрусы не просто с ванилью, а цитрусы со смолами, с алибанумом, с чем-то таким более интересным, более густым. Здесь нет покрышек. Тех самых. Здесь практически нет то, что называют резиной. Здесь есть немножечко дымок, но он такой тоненький-тоненький. Здесь больше вот таких сладких, смолистых цитрусов. Как если бы вот какие-то, я не знаю, там лаймы. На лимон это не похоже. Знаете, это такие лаймы, вот залитые с какими-то смолами. И небольшой дымок. Классный. Но для меня он слишком цитрусовый. У меня кожа холодная, и она, ей не хватает тепла, чтобы туалетную воду раскрыть. И из-за того, что кожа слишком холодная, вот он на этой первой стадии, вот этих вот цитрусовых смол, он так и остается. Он не выходит в эту, в базу, которая в нем все-таки есть. Вот такая вот более густая, более, такая более томная, обволакивающая. Вот, потому что все-таки парфюмерная вода мне подходит больше. Флакон винтажный уже считается. Он в товарной коробочке. Все в идеальном виде. А цена 5500. И плюс доставка. Так, дальше что? Дальше будет то, что я наигралась уже. Это пачули. Идеальные пачули на сентябрь и октябрь. И даже зимой это будут прекрасные пачули. Здесь от 100 миллилитров где-то 20 миллилитров. Я их приобретала в конце зимы, когда у меня была вот эта вот поиски самых идеальных пачули на свете. Как же я их хотела, как же я их просто вот вожделела, искала. Мне не нужен был целый флакон. Я охотилась за этим остатком во флакончике. Ну вот, я походила в нем зимой, я походила в нем летом, я походила в нем сейчас в сентябре. И понимаю, что а мне не тянется к нему рука. Вот они просто, вот они, знаете, я хочу что-то взять, что-то другое. А он такой стоит и говорит, Коля, но сейчас же самое время для пачули. Ну вот, вот он смотрит на меня с укором. Я думаю, так, его нужно срочно выставлять на продажу, потому что сейчас самое время для пачули. Флакон просто фетиш. Вот, знаете, вот из-за флакона мне так жаль его продавать. Вот эти пластинки, они говорят, что покрыты 24-коротным золотом. Прикиньте. Магнитная крышечка. Ну вот, не тянется рука, а сейчас самое время, самое время сейчас кто-то его возьмет, вот новая хозяйка будет просто кайфовать от этого аромата. Здесь пачули, здесь ветивер, здесь белые цветы, здесь леденцы шалфея, здесь белые цветы, я уже говорила, для объемности, и, конечно же, ваниль. Но не ванилин, и не стручковая горькая ваниль, а какая-то такая, знаете, вот, не знаю, как это объясняет, вот такая вот ваниль, больше похожая на древесную амбру, на древесную теплую смолу. Он не холодный, но и не слишком теплый. Здесь нет шоколадных пачули, душащих вот этой вот какао-пудрой. Они не слишком землистые. Они, знаете, это такой вот осенний подлесок, шалфейные сладкие леденцы, небольшая какая-то такая ореховая нота ветивера здесь есть. Очень красивый аромат, очень объемный, многогранный, шлейфовый. Он очень стойкий. Я с ним словила несколько комплиментов. Все в нем хорошо, но вот я хочу идти дальше, мне хочется уже чего-то вот, ну, еще чего-то тут. Дальше куда-то мне хочется. Так, дальше будут розы. Или нет, давайте закончим по смолистым всяким ароматам. Сейчас я вам покажу. Сама просто удивляюсь, как это так происходит. Тоже выставила на продажу Tiger Nest. Вдыхаю, и мне нравится. А носить на себе тоже не хочется. Вот он стоит, и у меня совершенно не тянется к нему рука. Я его купила себе на прошлый день рождения, к декабрю, и просто запоем сносила. Сейчас я вам покажу, сколько взяла, чтобы показать вам объем. Остаток в флаконе. А вы, наверное, этого и... А вы этого не увидите. Короче, здесь где-то вот так. Я сносила 10 миллилитров. Это моя любимая, как говорится, цифра. Я в фотографии, все, кто хочет, пишите мне на Телеграм, все фотографии пришлю, и объем там будет точно виден. 10 миллилитров. Ладен, ветивер, абсент, какие-то бальзамы, какие-то смолы, ваниль. Я поняла, что мне здесь не подходит. Я мирозлячка. Я, когда описывала этот аромат, я рассказывала, что это аромат, как будто курицы благовония, ладанные, в дацане, в буддийском храме, вот в этих горах, в этот тайгер-нест, и вот там щели, и гуляет ветер. И мне холодно в нем, несмотря на то, что это ладанный аромат. Вы понимаете? Мне в нем холодно. Моя кожа не раскрывает в нем достаточно ванили. Мне не хватает тепла. Вот я, когда его покупала, я покупала его на смену Амбру Султану, потому что мне там мешает лавровый лист. Но там Амбра, она такая вот ладанно-теплая, она горячая, она прям растекается на вас. Здесь моей кожи, вот ледяной, не хватает, чтобы его прогреть. Может быть, для кого-то это наоборот, будет плюсом, потому что не все хотят эти вот очень теплые, слишком теплые, душащие, такие, знаете, запудривающиеся ароматы. Здесь этого нет. Здесь будет просто прекрасный, ладанный, свежий аромат. Мне кажется, на мужской горячей коже он будет выглядеть еще даже лучше, чем на женской коже. Хотя есть у женщин очень горячая кожа, красиво будет звучать этот аромат. С флакона просто нечто потрясающее. Еще я брала его с прицелом, то, что я буду носить его летними вечерами, но летом почему-то как-то он мне не зашел. Ну, по крайней мере, на мне летом вечером он мне раскрылся хорошо. Он был какой-то немножечко по-древесному, шершавый, какие-то древесные, шершавые ноты были летом. Сейчас, конечно, да, я несколько раз его носила, и что-то не то. Зимой он мне казался идеальным, да, я даже могла бы натянуть такое видео, там, мои идеальные ароматы, и этот был бы мой идеальный ладан. А сейчас почему-то не идеальный. Почему-то мне в нем как-то прохладно. Даже не знаю, что может быть, анис из абсента, на чем у нас абсент делается, там, кажется, анис входит, да, но какая-то холодная вот такая вот грань абсента, может быть, меня здесь сейчас отталкивает, от него отстраняет, и каждый раз, когда я открываю свой парфюмерный шкаф, как мне нравится этот флакон. Просто вы не представляете вот эту вот тигрицу, сидящую вот в этих горах, с голубыми глазами, вот тоже вот, вот эти вот флаконы, которые мне их жалко, потому что они красивые, но я их не буду больше носить, я чувствую это, что я их больше носить не буду, и поэтому они должны отправиться к новой хозяйке. Итак, отдаю его за 8, плюс доставка, в зависимости от того, где вы находитесь. Так, дальше, еще один аромат, это уже сейчас мы перейдем к розам, к розам, с которыми я прощаюсь, потому что я нашла свою идеальную розу. Роз флэш от Инди Тауэр. Миллилитр буквально использован от 30-очки. Это парфюм. Он такой густой. Я сегодня, когда снимала видео про осенние ароматы, это как раз вот эти вот ароматы, которые я носила в последние разы, вот сейчас осенью в сентябре, прежде чем, чтобы точно 100% решить, что я с ними прощаюсь, потому что, потому что, потому что, я рисовала вот картинку, вот эта вот деревянная коробочка из каких-то ценных пород дерева, в которой лежит свежезасушенная, вот только что засушенная, малина, она еще такая бортово-красненькая, такая сладко-сгорчиночкой, такая лепестки, ярко-красные розы, кусочки амбры или древесной смолы, стручок ванили немножечко, это аромат нектарный, вот вы когда вдыхаете его, вы чувствуете розу настолько сладкую, что даже немножко горькую, вот это вот, наверное, малиновые ноты в розе дают такой оттенок, он такой густой за счет того, что это парфюм, он такой стойкий, он такой шлифовый, и здесь вот есть аромат не меда, я не очень люблю мед, мне в меду тяжело, а аромат нектара такого, вот розного нектара, красиво, но слишком плотно для меня сейчас, не могу, а стоять, ну зачем он будет стоять, пусть он лучше кого-то радует, дальше роза, вот если здесь не было слишком плотно, то в следующем аромате, а, кстати говоря, его я продаю за 3,5 тысячи, я купила его за 3,900, относила миллилитр, продаю за 3,5, это тоже 3,5, но внизу все напишу и в инфобоксе, и в комментариях, здесь мне не хватает плотности, как раз таки, это Тезори Дориэнде Жапонис Ритуал, ну это типа камелия, но на самом деле это звучит очень похоже на такую почувенную розу с очень активным светлым белым порошковым мускусом и очень активным цитрусовым стартом, он очень звонкий на старте, и вот, к сожалению, либо моя кожа его не раскрывает, либо здесь недостаточно вот той вот все-таки напора, он мне понравился по от... вы знаете же, что Тезори Дориэнде это в общем-то в принципе бренд, который делает гели для душа, пены для ванны, и вот мне очень понравилась эта отдушка в гели для душа, и вот она там была такая настолько плотная, плотная, но не тяжелая, а вот какая-то такая вот влажная роза, какая-то такая красивая, лепестки влажной розы, с какой-то травой влажной, ну, с почули наверняка, да, вот так я его воспринимала, но почему-то, если в отдушке к пене и к гелю для душа мне показалось, что там достаточно вот этого вот плотности, то вот именно это же, наверное, парфюмерная вода, да, то здесь нет, может быть, это туалетка, и я предлагаю вам, если вдруг кто-то хочет, сейчас они у нас недоступны же, да, я предлагаю вам просто за 400 рублей ее у меня забрать, и чтобы вам было как-то более-менее интересно, чтобы доставка не стоила чуть меньше, чем флакон, я предлагаю вам еще один розовый лот, вот у меня в коробке хранится, это масло арабское, то сейчас тоже нет, я покупала за 1300 на бьюти-депо, но сейчас его уже давным-давно нет, это такая мускусная светлая розочка, это, знаете, вот у меня с ним картинка, такая женщина красивая в стиле пенап, стирает белье, вот у нее такой порошок, такая пена огромная, и рядом такой розовый куст, и вот она такая вся красивая, вся нежная, такая вся чистая, вот здесь такая же розовая, мускусная роза, что у нас там в пирамиде, у нас там в пирамиде, грифрут, цитрусовые ноты, белый мускус, жасмина, роза, мускус и еще что, ну вот короче легкий аромат, не пользуюсь, почему? Ну потому что маслом неудобно, это надо откручивать, ждешь пока это капелька капли, потом ты это масло размазываешь, как-то, а мне надо схватить быстренько, вот набрызгаться, я очень люблю я знаю, что это не очень полезно для волос, но тем не менее, мне кажется, что так вот шлейф как-то вот лучше, а на теле не так часто мы ходим с открытыми частями тела, хотя его под свитер очень классно, я его когда-то давно наносила вот в область декольте, под свитер и вот оттуда вот это все так вот разгорячено, вот свежее, мускусное, белое, это куст белой розы и вот такой вот чистый белый, белейший мускус, буквально пару капель к себе не прикасается, естественно, мы все все знаем и может быть вы вот возьмете их вот за 1000 рублей вместе с доставкой, покупала за 1300 флакон, так я понимаю, что масла, это такое дело, не каждый захочет, я могу их вот продать за 1000 рублей вместе, прямо с доставкой, либо если хотите, каждый из них за 400 рублей плюс доставка, ну доставка в любом случае будет 250-300 рублей и это выйдет 700, лучше добавить 300 и взять их 2, ну не знаю, короче, решайте сами, если вдруг вы захотите, берите, если, минутка одна, если вдруг никому ничего не приклянется, то я все это выставлю на, собирай, вот, то я все это выставлю на той самой барахолке, вот, спасибо всем, кто посмотрел это видео, буду рада, если кто-то хочет что-то купить, все, всего доброго всем, до скорых встреч, пока!